Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Беседа Христа с Иудеями. Часть первая. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 по 30 стих. «Беседа Господа Иисуса Христа с Иудеями» описана во второй части 5 главы Евангелия от Иоанна, сразу после того, как евангелист изложил исцеление расслабленного при купальне Вефезда. История исцеления заканчивается такими словами 4 Евангелия, 5 глава, 16 стих. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу, а именно исцеление». И начиная со 17 стиха вплоть до окончания 5 главы идет монолог Господа Иисуса Христа, который фактически указывает на то, что он, Иисус, действительно есть равный Отцу Сын, равный Богу также Бог. 17 стих. «Иисус говорит им, Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Речь идет о том, что Бог сотворил мир за 6 дней и в седьмый день почил, в связи с этим в субботу запрещалась всякая работа. Однако иудеи прекрасно понимали, Бог перестал творить новое творение, новые вещи, но он при этом не перестал поддерживать существование мира. И поэтому-то, когда в 17 стихе Господь Иисус Христос указывает на то, как Бог поддерживает мир даже после того, как окончилось творение, он использует греческий глагол «эргазоме», который означает некую практическую деятельность. Христос хочет сказать, как Бог и сейчас, и даже в субботние дни продолжает практическую деятельность по поддержанию всего мира, так же и его Сын. 18 стих. И еще более сказали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Иудеи прекрасно понимают, о чем идет речь. Однако делают неправильный вывод. Они рассматривают слова Господа Иисуса Христа как богохульство. И поэтому Господь предлагает им беседу, в которой указывает, почему это не богохульство, а это есть истина. 19 стих. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же. Здесь вводная является фраза, истинно, истинно говорю вам. Это семитский оборот, который воспроизводит Иоанн Богослов для того, чтобы указать. Христос специально подчеркивает в начале своей речи, что дальнейшее сказанное им не просто истинно, а истинно абсолютное. Поэтому и стоит повтор слов. Истинно, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя. Указывает на то, что сын, когда творит, творит не сам по себе, не свою собственную волю, но его воля едина с волей отца. А если едина воля, то едино и действие. Творит отец, но при этом творит и сын. И вот здесь используется уже греческий глагол пиэо, который предполагает творение чего-то нового, творческий акт. Отсюда в русском языке есть форма слова поэт, как пиит, тот, который что-то замечательное творит. Если не увидит отца творящего, но ведь невозможно увидеть Бога воплотившегося, значит речь идет не о видении физическими очами, а речь идет о знании Бога. Потому что как в греческом, так и в русском языках глаголы, означающие видеть и ведать, сходные и по произношению, и в чем-то по смыслу. Если я что-то увидел, я понимаю, как это устроено, я понимаю, если увидел другого человека, как он действует и так далее. Речь идет о том, что никто не знает замысла Божия, кроме сына. И сын настолько хорошо знает отца, как если бы он его видел, а иудеи его не видят, но мы люди видим друг друга. И так как если бы один человек видел другого и мог понять его действия, его деятельность, так сын Божий видит отца творящего и знает его деятельность. Ибо что творит он, то и сын творит такожде. Двадцатый стих. Очень важно помнить, что в греческом языке существуют разные глаголы для указания на акт любви, симпатии, дружбы, снисхождения. И очень часто эти разные греческие глаголы переводятся на европейские языки и на русский одним и тем же словом. По-русски это «любить». Однако есть греческий глагол, который означает «возвышенную духовную любовь». Это глагол «агапао» и существительное «агапи». Глагол, который был изобретен переводчиками семидесяти, переводившими древнееврейский текст в Александрии на греческий язык. И не нашедшими подходящего в греческом языке глагола для передачи возвышенной духовной любви. Они взяли еврейское слово «агава», «любовь», «любовь на практике», «практическая деятельная любовь». И получился глагол «агапао» и существительное «агапи». Но есть и другие глаголы и существительные. Для обозначения дружбы или такого взаимоотношения двух людей симпатии, когда у них есть общие интересы, используется глагол «филео» и существительное «филия». И это может быть дружба как дружба в смысле общего хобби, когда люди совместно занимаются или теннисом, или шахматами, что-то коллекционируют, куда-то путешествуют. Конечно, такая дружба может быть в контексте древнегреческой литературы, иметь какой-то негативный оттенок, то есть некое объединение с и не самыми, бывает, лучшими целями. Но все-таки это дружба, когда есть что-то общее, некое единство. Ну а третий глагол, наиболее распространенный, это глагол «эраус», существительное «эрос», указывает на стремление очень часто неосознанное. Так обозначается любовь к лицам противоположного пола. Соответственно, здесь, в этом стихе, используется глагол «филео», который указывает на то, что отец и сын совместно творят. Что они, отец и сын, действуют совместно. То есть этот глагол призван подчеркнуть, что сын тоже существо того же порядка, что и Бог-отец. Ибо отец любит сына, глагол «филео», и показывает ему все, что творит сам, глагол «пиэо», и покажет ему дела больше стих, так что вы удивляетесь, или будете удивляться. Что же покажет отец сыну, так что сын будет творить это вместе с отцом? Дальше речь пойдет о двух очень важных вопросах, а именно воскрешение из мертвых и суд над людьми. Прежде чем рассмотреть дальнейшие стихи пятой главы, следует сказать следующее. Есть нечто общее, когда мы говорим о смерти и о воскрешении души, о духовной жизни, и когда мы говорим о смерти и воскрешении тела, о жизни телесной. Потому что, когда в книге «Бытия» описывается отпадение Адама и Евы от Бога, Бог говорит, что смертью умрешь, говорит он Адаму. И действительно так и происходит. Адам духовно отпадает от Бога, и наступает духовная смерть. Но физически Адам живет еще достаточно долго. Поэтому сейчас Господь Иисус Христос будет говорить вначале о воскрешении духовном, когда человек, отвечая на его призыв и получает в него жизнь, воскрешаем бывает своей душой. А потом уже Христос будет говорить и о воскресении тел, о том, что все мы умрем и все мы воскреснем. Поскольку первое и второе имеют нечто общее между собою, то, конечно, ряд мыслей Господа может быть отнесен как к душевной жизни, так и к жизни телесной. Но какие-то его слова относятся только или к первому, или ко второму. 21 стих. Конечно, Христос указывает на примеры из Ветхого Завета, когда Бог через пророков воскрешал мертвых. Но хотя действовал через пророков, действовал произвольно. Кого хочет Бог, того и воскрешает. Но не только так было в Ветхом Завете. И в Новом Завете Сын будет воскрешать. И мы с вами знаем, что наиболее необычное воскрешение произойдет, когда Он воскресит четверодневного Лазаря. Это будет чудо, превосходящее воскрешение пророками, только что усопших в Ветхом Завете. Поэтому Христос здесь говорит о не самом отдаленном будущем. Отец воскрешал, это вы знаете, сын тоже будет воскрешать. Но кроме того, что сын будет воскрешать, сын получает от отца еще и полномочия творить суд. 22-й очень важный стих этой 5-й главы. Следует обратить внимание на глагол, который здесь означает судить. Греческий глагол «крино» и отсюда существительное «кризис» – суд. Судить – суд. Когда мы говорим в русском языке «судить» или «идет суд», мы, как правило, подразумеваем под этим уже нечто или страшное, или неприятное, или негативное. Уже имеем в виду некий вердикт суда. Однако в греческом языке значение глагола «крино» – это прежде всего «различать». И отсюда смысл переносится на ту ситуацию, когда необходимо различить между добром и злом, различать на суде. Да, вот есть прокурор-обвинитель, вот есть адвокат-защитник. Каждый высказывает свою точку зрения, и поэтому для судей очень важно разобраться, где добро, где зло, где правда, где неправда. Прежде чем вынести вердикт, нужно различить. И поэтому для грека глагол «крино» означает различить, рассмотреть, отделить доброе от злого, и только после этого на основании рассмотренного вынести какой-то приговор. Поэтому, конечно, отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Речь идет о том, что именно сын будет различать между верующими и неверующими, достойными и недостойными, для того, чтобы после этого уже вынести определенное суждение. 23 стих. «Дабы все чтили сына, как чтут отца». Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. С какой же целью отец передает суд сыну? «Дабы все чтили сына». Глагол, используемый здесь, глагол «тимао», который означает воздавать почести, почитать, но также и ценить, проявлять внешне, некими знаками то, что другое лицо достойно почитания. И, конечно, этот глагол может быть применен по отношению к Богу, именно как к Богопочитанию. Поэтому оказывается и воскрешение мертвых, и суд над людьми, отец передает сыну, дабы все, как почитают отца Богом, так почитали и сына Богом. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Отец посылает сына, но тот, кто принимает сына, понимает, что он посланник отца, поэтому принимает и пославшего его. Итак, невозможно угодить Богу, невозможно Бога почитать, если мы не почитаем Господа Иисуса Христа как истинного Бога. Стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Опять семитский оборот, который призван подчеркнуть важность произносимого. «Истинно, истинно говорю вам». Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня. Итак, слово, которое дает сын, учение Иисуса Христа, необходимо для того, чтобы была истинная вера в Бога, верующий в пославшего меня. И вот таковый имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Кто-то скажет, как же на суд не приходит, а как же суд, который состоится, когда будет всеобщее воскресение мертвых? Как же соответствующая притча, пророчество Господа Иисуса Христа о всеобщем суде? Да, действительно, суд будет. Но вот как студент, который трудится в течение семестра, получает пятерку за пятеркой, может услышать на консультации перед экзаменом, «Ты завтра придешь на экзамен, но только для того, чтобы получить оценку отлично автоматом». Так и всякие верующие в Бога и слушающие учения посланного им Сына, Господа Иисуса Христа, а значит и исполняющие, приходят на суд для того, чтобы быть оправданным, потому что духовно уже воскрес, духовно уже вошел в жизнь вечную и суд нужен, чтобы быть оправданным. Это не означает, что те, кто не приняли Бога или не приняли Сына, не предстанут на всеобщем суде, и это не означает, что относительно них не будет вынесен соответствующий приговор. 25 стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут». Здесь речь идет именно о духовном оживлении. Это еще не все люди, потому что по-гречески мы читаем «и накри». Какие-то конкретные мертвые услышат-то глаз Сына Божия практически все, но далеко не все мертвые душой пожелают принять этот голос и пожелают быть воскрешенными. Поэтому это время, а там слово «ора» присутствует в греческом тексте, то есть какой-то конкретный период времени, который приходит уже, время, когда ощутившие себя духовно мертвыми, отпадшие от Бога люди через Иисуса Христа к Нему возвращаются. Услышат глаз Сына Божия и, услышав, будут жить в переводе с греческого текста. 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Величайший стих, потому что речь идет о самобытности, о самодостаточности. «Бог Отец самобытен и самодостаточен, Он имеет бытие сам в себе, жизнь сам в себе. И Он даровал Сыну иметь бытие, независимое ни от кого, жизнь в самом себе, потому что Он, Отец Бог, а значит, и Сын также Бог. Еще одна фраза, еще одно утверждение, которое без каких-либо сомнений, без каких-либо оговорок указывает на то, что Сын равный Отцу Бог. 27 стих. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». Самобытность, наличие жизни в самом себе Сына дает Ему возможность воскрешать людей от духовной смерти. А вот то, что Он будет производить суд, это полномочия, данные Отцом, потому что Он Сын человеческий. Дабы никто не сказал, ведь если бы в суд производил Бог Отец, не воплотившийся, абсолютный, вездесущный, вечный, кто-то из грешников, кто-то из нас сказал бы, ну как же так, меня судит Бог, который меня не может понять, я ограниченное существо, я страдаю, мучаюсь, я, может быть, и преступление совершал, потому что мне было плохо в жизни, вот меня судит абсолютное безгрешное существо. Но суд передается тому, кто воплотился, не имел личных грехов, но имел естественные человеческие слабости. Господь Иисус Христос, Он иногда и голодал, и хотел есть, иногда и плакал, Он понимает, Он испытал на себе и знает, что такое ограниченность человеческой природы. Более того, Он предал себя на смерть ради нас и ради нашего спасения, чтобы искупить наши грехи, поэтому никто не может сказать, почему ты судишь меня, а наоборот, это очень логично, что тот, кто желает спасти, кто желает добра, произносит, и суд производит вот это различение, рассуждение, прежде чем произнести вердикт. В этом, 27-м стихе, представляет интерес, какое слово стоит в греческом тексте, будучи переведенным на русский термином «власть». Потому что мы-то с вами, когда говорим о власти, прежде всего, предполагаем некую иерархию, некое управление, то, что передается греческим словом «кратус». Отсюда у нас это слово используется в качестве корня, образующего сложные слова «демократия» или «охлократия» и так далее. Но здесь стоит другое слово, другой термин «эксусия». Эксусия — это полномочия, это лицензия на деятельность. Поэтому полномочия или лицензия выдаваемые для того, чтобы тот, кто ее получал, мог творчески реализовать себя в определенном пространстве. Тот, кто выдает лицензию, он обеспечивает возможность выполнения каких-то действий по этой лицензии. Но тот, кто действует в соответствии с лицензией и с этими полномочиями, действует творчески, неформально, без какого-либо подчинения других себе. Это не кратус. Поэтому сын человеческий получает от Бога полномочия, возможность производить суд, как рассуждение, рассмотрение и на основании этого выносить вердикт. с 28 стиха Господь говорит уже о воскресении мертвых, которые умерли, умерли телесно, и о том воскресении, которое будет в конце времен. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, 29 стих, и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Не дивитесь ему, или не удивляйтесь этому. Речь идет о том, что вроде бы все понятно, но когда наступит момент воскресения из мертвых, это будет удивительным. Ведь мертвых наша с вами христианская традиция не называет мертвыми, но уснувшими, усопшими по-церковно-славянски. Это потому, что когда Господь говорит о кончине Лазаря, Он говорит, Лазарь, друг наш, уснул. И действительно, мы предполагаем, что когда мы умираем, это состояние сходное состоянию сна. Да, тело умирает и разлагается, но душа пребывает в таком состоянии, как когда бывает мы спим. Мы ведь спим, мы живы, но мы не ощущаем, не понимаем, не воспринимаем, что происходит вокруг нас. Но когда пробуждаемся, опять готовы к действиям, наоборот, еще даже более бодры. Итак, наступает час, то есть конкретный период времени, ора, в которой и вот дальше стоит все находящиеся в гробницах. Говоря о воскресении духовном, душевном, Христос сказал конкретные мертвецы, а здесь он говорит все находящиеся в гробницах. И вот это указание в гробницах как раз и подчеркивает, что речь идет о телесном воскресении. Все находящиеся в гробницах услышат голос Сына Божия и выйдут сотворившие добро. Опять глагол пео сотворившие, потому что делать добро достаточно сложно. Это, как правило, неординарный процесс. Когда мы стремимся к чему-то хорошему, у нас очень часто нет трафаретов. Всегда вырастить ребенка, построить дом, организовать какое-то дело, что-то хорошее, доброе, позитивное требует и напряжения воли, и работы ума, и некоего творческого подхода. И получается, что те, которые творят доброе, агафос, то есть доброе по существу, хорошее само по себе, они относятся к этому творчески. И они воскреснут в воскресенье жизни, а те, которые, и вот дальше интересно, что же будут, как вели себя те люди, которые будут осуждены, которые восстанут в воскресенье осуждений или суда. Оказывается, они соделали дурное. там стоит очень интересный греческий термин фавлос. Фавлос это суетный, ничтожный, незначительный, негодный, дурной, жалкий, плохой. А, соответственно, глагол, который употребляется, это прасо, то есть некая практическая деятельность. И получается, что те, которые восстанут в воскресенье осуждения, они, можно так перевести, делали делишки. То есть, да, они что-то делали на практике, но это была суетная деятельность, очень часто формальная. Какие-то низменные мелкие делишки, может быть, даже не всегда греховные, но не возвышенные, не чистые, не те, которые дела в Боге. Безусловно, здесь имеется прямая параллель с тем, что Господь Иисус Христос говорит в третьей главе, когда указывает, что творившие добро идут к свету. И как раз вот подобное же выражение, но те, которые практиковали ничтожные делишки, они к свету не идут, потому что эти делишки и ничтожны, и дурны, и низмены. Тридцатый стих. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Опять Христос указывает на то, что Он не творит что-то отдельное от Бога, но как Он слышит, то есть то, как Ему открывает свою волю Бог Отец, так и Он Сын, Сын Божий, равный Богу по природе, так Он и творит. Поэтому, когда Он судит людей, вот тех самых, творивших ничтожные, мелочные, а иногда и грязные делишки, Его суд праведен, поскольку Он не ищет своей воли, о воле пославшего Его Отца, и поэтому Его суд есть истинный суд Божий. Когда мы с вами вспоминаем вот эти слова, сказанные в первой части беседы Господа Иисуса Христа с Иудеями, мы, конечно же, понимаем, это возвышенное богословие Нового Завета, Четвертого Евангелия, которое в точности соответствует нашему христианскому учтению, нашему христианскому учению о том, что Сын есть истинный, равный Отцу Бог, и то, что мы, верующие в Него, воскреснем сейчас, воскрешаем и душою, но будем воскрешены и телом, и при этом будем иметь жизнь вечную. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok